Здравствуйте, кто это? Это Игорь Сергеевич, компания Примоколект. Как, как, имя, отчество? Игорь Сергеевич, меня зовут. А, привет, Игорь Сергеевич, чего хотел от меня? От вас хотел, Дмитрия спросить хотел у вас. Ну, ну, спрашивай. Знаете ли вы такого? Конечно, как не знаю. Просто никак связаться с ним не могу, может что случилось, не в курсе? Да нет, вот, жив-здоров, сижу, разговариваю по телефону, отлично. А, это вы, Дмитрий Александрович? Ну, конечно. Вы рады моему звонку? Бинго, прям хочется закричать, конечно, рад. А что такое? Ну, чтобы я был полностью уверен, что это вы до прождения своего назовете. А зачем тебе? Потому что я не уверен, что вы, Дмитрий Александрович. Ну, давай, ты мне скажешь, я скажу, а она не она. Хорошо, давайте, скажу. Говори. Что ты? А, смотришь? Смотрю, да. Могу ошибиться. 9 апреля, 83-го. Что, 83-го? 1983-го? Да, 9 апреля. Вероятнее всего. А, видишь, я помню, что весной. Ну, я как бы дней, года не считаю. У меня жизнь такая веселая. Ну, и что, ваша дата рождения или нет? Что? Ваша дата рождения или нет? Да, по-моему, моя. По-моему, моя. Нет, нет, это не ваша. Не моя, да. Я так и знал, что ты так и полишешь. Нет. Вы, Дмитрий Александрович. Какой хитрый. Какой хитрый. Что тебе надо, говори? Что ты с этой датой привезешь? Я сказал, что мне нужно. Ну, давай, ты мне свою скажешь. А я тебе потом, может быть, подумаю и скажу свою. Что? Что он мне скажет в своем? Дата рождения? Я же объясню, что вы не Дмитрия Александровича. Группу крови. Ну, зачем мне группу крови? А зачем тебе? Я же не врач, правильно? Чтобы определиться, вы с Дмитрием я разговариваю или, может быть, Сила. А тебе что? Да почему ты не знаешь? Ты же меня набрал. Да ты скажи, что ты мозги выносишь там себе? Что тебе надо, говори? Почему я выношу Санкт-Петербург? Я знаю, почему ты. Дмитрий мне нужен. Ты трудный. Ну, я это. Я что тебе надо? Да это не вы. Почему? Дату рождения свою назовите тогда, если этого. Да не буду, говорю. Я же говорю, что в трубке никакую информацию себе вообще выдавать. Не буду. Кроме своего хорошего настроения. А с чем оно связано, у вас хорошее настроение? Как это? С чем? Для тебя это трудно? У меня оно каждую секунду периода времени, оно очень хорошее. Я вот ложусь спать, хорошее настроение. Просыпаюсь, тоже хорошее настроение. Звонит кто-нибудь, хороший человек, плохой человек, все равно хорошее настроение. Значит, это ему надо, я ему, значит, нужен. Давай у тебя тоже будет хорошее настроение. Давай сделаем пасть, чтобы у нас было хорошее настроение. Что? Вы любите быть нужным? Конечно, это вообще предназначение любого нормального человека, я так думаю. Предназначение, это желание быть нужным. Да, призвание, предназначение, ну это, понимаешь, вот работа связана, жизнь вообще. Быть нужным, приносить пользу. Не у всех это получается, многие вообще этого даже не хотят, а некоторые прямо уходят от этой позиции и приносят только вред. Знаешь, о ком я сейчас говорю? На ком? Ну, догадайся, включи голову, подумай. Скажите, я же не могу, я сам первый раз разговариваю. Я же сам первый раз разговариваю, я не могу следить за точным ходом вашей мысли. Ну, правильно, конечно. Тут я знаю, что вы там имеете в виду. Ну, нет, ну ты просто мозги, я же тебе говорю, просто так-то не всегда. Надо иногда в этой жизни мозги включать. Иногда хотя бы, для тренировки, да. А то потом, знаешь, бывают такие сюжеты, когда квартиру свою найти не можешь. Забываешься. А когда у тебя дети твои вырастают, начинают спрашивать. Папань, а чем ты в этой жизни занимался? А ты делаешь, что забыл, потому что стыдно сказать, чем занимался. Потому что, да, набрал долгов и не знал, как из них вылезти. Знаю таких, да, очень много примеров. Кто-то не знает, как вылезти, да, как в беде. Кто-то знает, счетливо, да. Ну, смотрите, январь не загоряем, слышали, да, про ужесточение коллекторов в законе. И что теперь? Ну, не все, звонить больше не будет. Сразу будет. Нет, при чем здесь делать? Нет, все равно. Давай обсудим. Я четко 230 ФСЗ четко изучил. И наоборот, вижу, что ужесточение... Сразу будут суды, ну, ужесточение. Сразу будут. Никто звонить больше не будет толком. Будут сразу суды передавать, кому это нужно. Аналог судебно-приказного производства только через нотариуса, верно, да? Ты об этом хочешь сказать? Нет, я об этом не хочу сказать. Я говорю, что сразу будут уходить дела в суды, никто звонить, что-то требовать. Так это круто, понимаешь? Суд – это единственный способ справедливого решения вопроса. Круто, да, я согласен с вами. Но, значит, без людей, они, как правило, нет. Нет, да у меня, работы у меня полно, всякое разное. И, поверьте, я москвичком, в конце концов, с метриклассиром. Я хожу, вот, поговорить с умными людьми. Уникальный чувак. Всякая разная работа. У меня хожу, точно так же, как и вы. Точно так же, как и вы. У меня хорошее настроение. Я хожу, прихожу с людьми разговаривать, может, периодически. Нет, интересно, слушать людей. Ты заблуждаешься. Что я заблуждаешься? Понимаешь, надо в жизни уметь цели ставить. Вот тебе сколько-то там лет, я не знаю сколько, да? 28. У тебя куча всяких вот этих вот работ, да? Ты определись. Ну, разных, да, интересных. Я человек, я личность просто разносторонняя. Понимаешь? Я не затыклюсь на чем-то одном. Не могу оснать. Тогда сори, да, сори. Люди искусства. А это приветствуется. Разве это не приветствуется в обществе, когда с человеком есть о чем поговорить, допустим, как минимум? Ну, конечно. А он тебе может рассказать что-то интересное. Почему нет? Почему нет? Ну. Только вот такие люди обычно себя не тратят на всякую ерунду. Ну, почему вы думаете, что это ерунда? Ну, потому что, вот понимаешь, полезная вещь это когда действительно польза. А польза от твоих звонков. Ну, польза мне в поле выйти, засеять поле пшном? Или чем? Да ты что так по краям-то? Ну, что значит? Ну, смотри, либо пшеном засеять поле, либо насрать в душу. А есть какие-то другие моменты? Те же картины рисовать. Вот, давайте проверим. По линейке криво черчу. Вот сейчас слово. Что? По линейке криво черчи. По линейке криво чертишь? Ну, видишь, это что-то разнос ain't DSG. Ну, ну вот сейчас, вот так я от нём и вот нету, но есть у меня вот недостаток, единственное, что вот я черчу по линейке криво. Все равно надо с моторикой что-то делать. Я сразу тебе скажу. Это что-то с моторикой, видимо, в детстве у тебя были проблемы какие-то по рукам Тебе лупили. Ну, может быть, да, может быть, да. Лупили по рукам, да? Нет, ну лупить не лупили Но могло быть, может быть я не помню Может быть от рук к голове переходили Может быть от рук к голове переходили Что? Даже Может от рук даже к голове переходили, поэтому не помню Ну, сочувствую, что поделаешь Так что звонишь-то? Рассказать какие у тебя проблемы? А у меня раз проблемы Я сказал, что у меня проблемы Нет, я просто скажу Вы пришли к тому, что меня по рукам били Это ваши были слова? Я рассказал только то, что я по линейке криво черчу Это мой недостаток Ты сказал, что ты даже по линейке не умеешь чертить ровные вещи Я сказал, что криво черчу по линейке Ну вот Ну это же вы предположили, верно? Потом вы предположили, что меня били по рукам, верно? Я подтвердил, что еще и по голове доставалось Еще и по голове доставалось Ну, с вашего же предположения Мы разбили эту тему С моего предположения, вот скоро вы ответите за свои долги По полной программе Ну, ответите спокойно, морально, морально ответите, времени потратите, времени потратите своего драгоценного, более чем у вас оно есть, нервы потратите своих денег, которых у вас нету. Ну, перестанете, значит, но с января месяца перестанете, перестанете радоваться таким жизненным уроком. Как же ты все-таки много теряешь? Да, почему вы решили, что я много теряю? Может, я уже нашел, не меньше? Я нашел уже, не меньше. Да, проживешь жизнь и даже не сможешь по линейке ровные черточки чертить. Нет, есть специально обученные люди, которые чертят ровные черточки. Да нет, ты заблуждаешься. Человек должен элементарный набор действий уметь сам делать, понимаешь ты меня? Это для вас является элементарным набором действий. Да я в обществе, в социуме живую. Это стимул в этом. Стимул в этом. Я вот не чертю по линейке, не надо чертить по линейке. Да тебе, я понимаю, что... Представать не надо, я не рисую, не люблю рисую. Попадеть, да, и говорить что-то. Вот ты думаешь, в этом и есть? Да, а вам, а вам, а вам, а вам, что? Сидеть по телефону, обсуждать людей, верно? Начинает всплывать... А, Александр. То, что? Ну, что? Вот я вот смотрю, вот вы с вами разговариваете в полдесятого утра. Да, продолжается... Вот, вам нечего делать, даже мы разговариваете по телефону. Смотри, даже чертами разговариваете. 9.52 сейчас, это не полдесятого утра. Это непринципиально. Да ладно тебе, вот что? Совершенно непринципиально. Видимо, тебя неплохо... Вы сидите, и вам нечего делать там. Вам просто нечего занять. Вам нечего занять. Ну, у меня сегодня выходной. Я завтра улетаю за границу в Пухет отдыхать. Вы летаете за границу? Да. Это за какую границу-то вы летаете? За границу России. Ну, какую? В какую сторону? А, ты... Какую границу буду пересекать в результате? Сначала в Дубае, потом в Таиланд. Да. Все у нас, я смотрю, должники все в Дубае и в Таиланде. Ну, видишь, да. И по главной займах понаберут, понаберут. Они должники сидят. Ну, вот такая вот, вот так вот я ответственность... Правда жизни, да? Вот такая вот правда жизни. Правда жизни, да. Дебилы сидят и делают то, что им положено. А те, кто в СМЦ, ну, знают, пользуются жизнью в полной мере. Пользуются жизнью. Ну, ничего, но жизнь-то она, как правило, возвращается. Круглая, круглая, да. Это к себе. Вот это лекало приложи к себе, дружок. Вот тебе всю жизнь и дети вот такой хернию занимаются. Да нет, вы свое лекало при себе оставьте, прикладите все к себе. А это не мое лекало. Все, всего доброго. Ваше лекало, оставайтесь в нем наедение. Летите в свой Дубай, Таиланд. Дай Бог вам удачи, здоровья. Все, не кашлять, давай. Сами тебе. Давай, пока. Давай, чудачок. Все, ты трубку клади, давай. Да, вот такой занятный разговор приключился. Человек с претензией на интеллектуальность, на какую-то, даже попытался какие-то аргументы обоснованные втыкать. Ну, тут все к одному сводится. Каким бы он ни был там в своем мнении интеллектуалом, он работает простым коллектором. И нифига, у него нет там трех квартир, как он говорит, ничего у него нет. Это разносторонних интересов. Если они и есть, то это вот ограничивается тем, чтобы просто позвонить кому-нибудь, вынести мозги. И разносторонность это только в том, что вот сейчас такой человек попался, через минуту другой попадется, здесь он сможет поглумиться, здесь он получит пощечину и там подзатыльник и так далее, и тому подобное. Ну, вот такая разносторонность, разносторонность этого персонажа. Выкладываем на ваш суд, дорогие подписчики. Не забывайте, кого интересует, как устроена работа нашей организации. В описании видео есть все необходимые ссылки, ссылки на вебинар, который пройдет в самое ближайшее время. Ссылка на наш основной сайт, на группу ВКонтакте. Пожалуйста, заходите, смотрите, там вся полезная информация. На связи был Кузнецов Дмитрий, Рижский центр, компания Алиап. До свидания.